Россия голосует за свое будущее. 1 июля – основной и финальный день голосования. Мы находимся в школе номер один имени Фололеева. Здесь сегодня проголосовал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Ситуация на участке спокойная, соблюдаются все меры санитарной безопасности. В Монино депутат голосует на протяжении 20 лет. В поселке авиаторов проходила его армейская служба. Отличие нынешнего голосования – обязательно исполнение требований Роспотребнадзора. На входе Владимиру Шапкину, как и всем голосующим, предоставили средства защиты. Несколько секунд на регистрацию – и депутат проходит к кабинке. Мы сегодня, голосуя за поправки в Конституцию, затверждаем те достижения нашей стороны, которые сегодня нами видны. Это и политическая стабильность, это социальная защищенность людей и социальное развитие. Надеюсь, что каждый житель страны сегодня придет, отдаст, или уже пришел и отдал свой голос за будущее нашей страны. В первые половины дня традиционно активность проявили люди старшего возраста. Я совсем согласна. С теперь активно участвуете? Да, конечно. С хорошим настроением пришла голосовать, потому что все, что делает, все хорошо. За проголосовала. Пенсия каждый божий год будет прибавлять. Ну, чего ж тут не прийти. На соседнем участке 34-59 используют Каибы, поэтому бюллетени здесь подсчитают быстро. После 20.00 мы подсчет ведем голосов. С нами будут обязательно присутствовать общественные наблюдатели. То есть все процедуры будут соблюдены и бюллетени доставлены в Центральную избирательную комиссию. Общероссийский день голосования 1 июля президентом объявлен нерабочим днем, чтобы каждый житель России смог почувствовать себя причастным к одному общенациональному событию – выбору политического курса страны. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.